Девушки отдыхают Один час двадцать минут пешим ходом. По этой дороге много прошло людей. По ней уходили на войну, по ней гуляют влюбленные пары, по этой же дороге уходят на кладбище. В горе ли, в радости ходили по ней и пели. Потом петь перестали. За эти песни над людьми надсмехались. Настали другие времена и песни возродились. Господи, помилуй, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест свой давнейший. Когда мы приехали, нам рассказали такую историю. На берегу реки женщина белье полоскала. Нет, пусть лучше сами расскажут. На реке Кисьме полоскала женщина белье. И мимо проходил Иисус Христос, попросил у нее попить. Она ему подала попить и хлеба с солью вынесла. Вот. Он поблагодарил и сказал, что теперь в вашем крае не будет никогда ни войны, ни голода. Так и обошла война стороной деревню. И голода не было. Крепко стоит на земле деревня. Значит, и вправду проходил Христос. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Садись по ты. Лучше не торча молоденький. Пусть полонасу нет, то еще холоднение. Пусть поразоченье не попадет. Пусть разогревался. Мне хватало много долго, чем никогда. Пусть обрежу. ПУсть обрежу. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Научи не осуждать, научи не лицемерить и в бедах не унывать. Очень мне эти слова нравятся. Как-то они учат, как жить, а над нами очень смеялись. Иду по деревне, мне говорят, тебя попом зовут, а Машку нашу монахиней зовут. Вот, мол, купол тебе на клубе, надо повесить, молодежь кричит, иду клуб открывать. Все, как-то внимания не обращали ни на чего, а продолжали свое дело делать. Пойдешь другой раз летом, дело все дома бросишь, к бабушкам побежишь. Спрашивают, петь пошла? Я говорю, петь. Ну, и слышишь, что за спиной у тебя смеются. А я полюбуюсь на свою березу вот под окном, она летом очень красивая. Хоть из баника здесь-то, а береза-то очень красивая летом. Красивая береза. Очень. Вот так. Сядет у печи и смотрит на огонь. Песни эти учат жить по правде, будто распевается духовная книга, собранная великими мудрецами. Песни эти учатся. Песни эти учатся. А к бабе Мане сейчас духовные стихи хожу записывать, потому что баба Маня уж их исполнять не может. Баба Маня Семкина, ей за 90 лет, совсем уже не видит годы, но память ясная, крепкая. Скажи нам, учитель, куда это будет, куда-то во славе придешь. Услышите войну, военные слухи восстанет народ на народ. И будут болезни, и глады, и моры, и братская кровь потечет. Уменьшится вера, угаснет надежда, в сердцах охладеет любовь. И многие люди тогда соблазнятся, невинная кровь потечет. Увидите мерзость в храме-то, знайте, что скоро и все при дверях. Чтобы дверь не закрылась пред вами, держите светильник в сердцах. Светильник в сердцах. Каждый из нас несет свой крест в этой жизни. И как бы ни было трудно, мы счастливы, что живем, страдаем, любим. А если этого нет, то мы уже мертвы. Вспомнилась ей довоенная история. Жди домой полем, а у нас тут река, мы вот так по берегу-то идем. Взглянули на Крешню, а то Крешню, а то уж в виду было. Так, смотрим, крест, золотой крест висит. Ой, говорим, баба, чего-то это неладно. Ой, какой золотой крест. И мы все, нас чего-то человек, наверное, всем было. И мы все-все видели. Потом вот не через долгое время и началась война. Ну, чего так, пришлось всем крест нести. Нет, мне счастливая жизнь была. Чего тут. Пока я в девчонках была, так очень я была счастлива. Везде ребята за мной ухаживали. На святках много угостило. Нигде не приходилось краснеть. Краснеть все, это, как-то выручали, все весело везде было. Как вышло замок, как в яму провалилось. И голос у меня очень был хороший песен, я до дуры знала много. Вот эти стихи в 33-м году пели, наши матери пели. А мы были тогда еще молоденькими девушками. Клавдия Ивановна Шаронова. Еще одна песенница деревни. Вот усяду, все управлю и сажусь в красно ткать. Сажусь, первым долго налажу тут все. Потом потку немножко, потом запою. Вот запою вот. Ходи Господи по ней. Господи по ней, Господи, прости. Помоги мне, Боже, крест свой донести. Помоги мне, Боже, крест свой донести. А потом вот я это вот пела. Ангел чудный, ангел ясный, Житель горной стороны. Приди ко мне прекрасной, В час вечерней тишины. Приди ко мне прекрасной, В час вечерней тишины. Когда-то в деревне стояла красивая часовня. Давно ее уже нет. И некуда прийти, чтобы поставить свечку. Но есть в народе главное не унывать. Умеет он веселиться, Проводить свои русские старинные праздники. Смеются люди над сатаной, Над черной силой. Что это Божье напазанье, Коротко мерзнущих грехов. Господь Бог требует от нас признанья, Благо, чести, ложить всегда. Исправимся все люди, И покаянье принесем. Молиться, плакать часто будем, И сокрушаться обо всем. Мы войну пели. Запевала все у нас, Маня, вот он тронула. Вы были, наверное, у ей старушка тут. У ей тетрадки были. Сразу-то мы не знали ничего. А потом-то мы привыкли к этому. Анна Ниловна Круглова. Духовные песни стала петь в годы войны И в памяти сохранила почти все. О, владычица святая, Будь ты нам, родная мать, Если ты про нас забудешь, Кто нас будет утешать? Вот эти стихи, эти все поются. Спой по куплету. Я уже спой по куплету. Твой другого, да? Вам ухота узнать, что, какое оно петь, да? Какое оно петь, да? Ухота узнать. Свет наш тихой и преславной Всему миру вовсе я, Ал из любви Христос роди, И сазана с волею страдал. Откуда же взялись эти стихи? Откуда, я не знаю, откуда были у нас старушки, Вот были, да, мы в войну все ходили, Уж война-то тут все одоляла, Всех от никого не было, Все ходили, а у них старенькие старушки, Откуда они доставали эти, я уж не знаю. Я не знаю, куда, ведь не из нашей деревни пришло, да. А эти стихи пришли из Вологды в 33-м году. Была бабушка у нас жила, Она приехала, чтобы была оттуда. И вот она эти стихи привезла. Вот поют в Вологодской области за рекой, Как они говорят, Там свои у них духовные стихи, И в горке поют, и на выборе поют, И они друг у друга переписывают эти песни. А откуда они приходят, я не знаю. Здесь, под снегом, течет река Малога. Тот берег, Вологодская область, А этот, Тверская. Там когда-то жили в скиту Нилсорский, Дионисий Глушицкий. Возможно, оттуда, корни словесного стиха, Оттуда, с Вологодской земли, Не по своей воле в 33-м году, Пришли в эти края монашки. Поселились и доживали свой век в этих краях. Возможно, они запели впервые эту песню. Господь прогневался грехами На человеческой ветерок. От Бога все теперь устали, Стал Богу пульсовать народ. Все люди стали издеваться, За вес Христов пренебрегать, Над Божьей церковью ругаться, И все святое забывать. И справимся все люди, И Бога я о нем принесем. Молитка, лакочасто будем, И сокрушаться обо всем. Любят люди Галина Михайловна. Есть в ней что-то доброе. Сердечно переживает за хор, За бабушек. Дома-то все брошено. Это ладно я одна. Я не сделала, я закрыла и ушла. Никого у меня нету. Потом придет другая зима, Затем снова весна. Будут рождаться другие люди, Умирать старые, А песни будут и жить в народе. Их будут петь. Ангел чудный, Ангел ясный, Житель горной стороны, Уприди ко мне прекрасный, Час вечерней тишины. Ангел чудный, Ангел ясный. Ангел ясный, Ангел ясный,